Надеюсь с обновой все косяки пропадут. Только не говорите, что у вас он не глючит. Ку, всем привет друзья. Вот и обновился мой Note 5 до 10 MIUI. Ну наконец-то. Как же долго я ждал этой обновы. А то меня порядком так подзабевала камера, которая вечно тупит. Я телефон просто ненавижу за это. Ну знаете, бывает момент, когда ты хочешь сфоткать, а хрен-то там ждешь. Камера была такая же тупая, как твоя бывшая. Надеюсь на 10 MIUI исправили этот косяк. Напишите вы в комментариях, какие были у вас недостатки на 9 MIUI, да и что в общем-то бесит вас на Xiaomi Redmi Note 5. Мне очень интересно. Надеюсь вы скажете, что многие блогеры не договаривают в своих обзорах. Пройдусь-ка я еще по косякам. Меня порядком так бесит, что во время звонка отключается экран, когда подносишь телефон к уху. Понимаю, это норма. Но он, сука, не включается, когда ты отводишь телефон от уха. Тупой датчик приближения. Это просто писец. Хочется выкинуть или ударить телефон обо что-нибудь в этот момент. Потому что ты не можешь завершить звонок самостоятельно. Приходится ждать, пока ваш собеседник завершит звонок. Но жена такого не замечала на своем 32 гиговом. У меня же 64 гиговая версия. По сравнению с камерой, это все-таки пустяки. Но вот вам еще один косяк. Иногда отключали сим-карты. Помогало только включение режима в самолете. Ну, то есть какой-то программный косяк все-таки был. А почему программный? Потому что прям перед обновой у меня как раз отключилась симка. А когда телефон обновился, оп, две симки заработали. Но вот это уже было не только на моем смарте. У супруги тоже такой разок случалось. Только она брала, доставала сим-карты, потом вставляла назад. А можно было просто включить режим в самолете. Собственно, за эти вещи мне аж чутка перестал нравиться нот пятый. Да что там чутка. Я сейчас покофон юзаю. И нот пятый меня прям уже не устраивает. Но хотя за 100 долларов можно и потерпеть. Это я в смысле 200 баксов сейчас стоит нот пятый, а 300 долларов покофон. А я напомню вам про конкурс. Он был в ролике про фишки Xiaomi. Но это был девятый MIUI. Вторую часть я уже сделаю с фишками с десятым MIUI. Так что участвуйте в конкурсе. И смотрите будущий видос. Будет интересно. Давайте перейдем к самому обновлению на десятый MIUI. На это у меня ушло ну в общем минут 10. Если у вас его нет, то можете уже обновиться через три точки. Подробное описание я оставлю под роликом. Пока мой смарт обновлялся, доча пришла. Решила показать вам как Xiaomi справляется с разными невзгодами. И так его потрепало. И так. И покидало его пару раз. Кстати, насчет прочности, то к смарту у меня претензий нет. У дочи периодически получается проверять его. То с дивана его скинет, то со стола. Ну вы понимаете, ребенок. После издевательств над телефоном, она благополучно удалилась по своим делам. Прям перед завершением обновления. Телефон перезагрузился, запустился. И вуаля, десятый MIUI готов к использованию. Даже все приложения остались на своих местах. Звуки в телефоне сразу же изменились. Ну кстати, телефон будто заново ожил. Давайте я первым делом проверю камеру. Воу-воу-воу. Даже портретный режим быстро включаться стал. А то доходило до 5 секунд включения. Да и фоткает в принципе быстрее. Ну хотя, что-то все равно задержка между фотами есть. Когда тапаешь много раз подряд, то он фоткает раз в секунду или полторы. Видео тоже быстро включаться стало. Ну хотя, в конце ролика я проверю. Я возьму жены на телефон и свой телефон. И сравню, как они фоткают. Давайте зайдем в настройки. Вот смотрите, показаны десятый MIUI Global. Крутяк. Друзья, вот такие новости. Наконец-то это произошло. Хоть вы и просили, но я не хотел снимать ролик про косяки Xiaomi Note 5. Ведь я ждал этого обновления. Конечно, можно было вам показать, как обновить до бета-версии десятого MIUI. На телефоны кирпичивались. И те, кто не проверил это и показал, как это сделать своим зрителям, тот просто не уважает своих подписчиков. Но после обновления теперь, не дай бог, он будет косячить. Сразу буду искать альтернативы у других моделей. Так что ждите, я выпущу обзор Xiaomi Redmi Note 5 после скольки-то месяцев использования. Если он будет дальше меня бесить, то альтернативой буду смотреть что-то типа Huawei, Oppo или Meizu. Вот такие дела, друзья. Хорошие новости, хотел я вначале вам сказать. Но вот вам печалька в конце ролика. Все-таки камера осталась туповатой. Я решил сравнить мой обновленный Note 5 и не обновленный Xiaomi Redmi Note 5 жены. И только быстрее стал переключаться портретный режим. А включение записи видео и скорость фото осталась той же. Ну, буду надеяться, что проблемы с симками и датчиком приближения пройдут. Нет, не прошла. Датчик глюканул на следующий же день. В общем, как-то так. Ну, повторяюсь, за 200 долларов, а именно столько стоит этот смартфон, можно и потерпеть эти недоработки. Но это уже вам решать. Всем спасибо за внимание и пока-пока.